Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Ювеналий, Ваше Высокопреосвященство и Пресвященство, дорогие Владыки, всечестные отцы, братья и сестры, я хотел бы сердечно всех вас поблагодарить за то, что вы в этот будний день собрались в таком множестве, чтобы вместе со мной помолиться. Я не праздную никакой сегодня круглой даты, просто очередная дата жизни. Но это та дата жизни, когда она сопровождается общей церковной молитвой, становится очень важным духовным моментом. Лично для меня я сознаю, что мои немощные силы укрепляются молитвой многих архипастерей, пастерей народа Божьего. Сегодня в обычном евангельском чтении, которое мы слышали, которое является рядовым, находим такие замечательные слова. Кому много вручено, оттого много и взыщется. Вот эти слова прямо относятся к том числе и к служению патриарха. Патриарху многое вручено церковью. Избирая патриарха, церковь надеется на то, что он, будучи во главе епископата Клира Мириан, не будет делать ошибок, которые бы нанесли непоправимый урон церковной жизни, что он будет хранить непоколебимое, неизменно веру православную, что он будет объединять епископат, верующий народ, Клир, и что будет способен прозревать проблемы текущего времени и, опираясь на церковь, формировать общецерковный ответ на эти проблемы. Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что именно благодаря поддержке епископата, Архиерейского собора, Священного Синода, благодаря огромной поддержке народа, которую я испытываю, чувствую, и в молитвах, и в ваших письмах, в ваших добрых взглядах, вот в этой поддержке и через это соработничество с епископатом церковь наша, проходящая через очень непростые исторические условия, сегодня по милости Божией укрепляется в народе нашем. Открываются новые епархии, храмы, монастыри, много воскресных школ, различного рода другие учебные заведения, проводится очень широкая работа и с молодежью, и с социально незащищенными людьми, с бедными, с несчастными, с инвалидами, с нуждающимися. Осуществляется большая воспитательная, образовательная работа. Миссионеры трудятся по всему лицу нашей Церкви. Все это, конечно, исполняет мою душу радостью, но одновременно и повышает уровень ответственности. Когда у Церкви мало что было, а практически не было никаких возможностей, кроме совершения богослужения в храмах и монастырях, тогда и спрос был только за это. А сегодня перед нами открыты возможности оказания реального духовного влияния на весь народ наш. И потому спрашивать нас будут по слову сегодняшнего Евангелия именно по максимуму, что мы в этих новых исторических условиях, условиях свободы для Церкви, смогли сделать, чтобы, несмотря на всевосстающее и постоянно противоречащее церковному деланию явление темной силы, что мы делаем и что каждый из нас делает и сделал. Планка ответственности сегодня очень высока. И первое, что нам нужно всем, осознать высоту этой планки и мерить свои труды не по количеству только совершенных богослужений и произнесенных проповедей, не по тому, как откликаются на наши слова верующие люди, собравшиеся в храмах, а по тому, что происходит в нашем народе и с нашим народом. По мере возрастания возможностей для церковной проповеди многократно возрастают соблазны, искушения, которые обращаются на души наших людей. Сегодня грех не просто очевиден, хотя на протяжении всей истории люди пытались скрывать грех личный, межличностный. Это считалось неприличным, неправильным. Сегодня грех демонстрируется самым притягательным способом через кинематограф, через театр, через различные другие проявления искусства. И искусство, которое призвано культивировать человеческую личность, обогащать ее, подымать ее к небу, становится гирей, которая не дает человеку взлететь. Так я говорю, конечно, имея в виду не все искусство, но особенно то, которое в последние годы заявляет о некой своей особой роли и о своих правах. Нести народу искушение и грех, сбивать людей с толку. И в нашей диалоге с теми, кто это делает, к сожалению, очень многая часть нашей интеллигенции повторяет губительную ошибку своих предшественников, доведших страну до гибели революционных событий, столетия которых мы в этом году вспоминаем. Сегодня не то время, чтобы раскачивать лодку человеческих страстей, потому что и так слишком много влияния оказывается на человека, негативных, разрушающих его духовную жизнь. Сегодня время сплочения всех здоровых сил. И церковь, и искусство, культура. Наши писатели, ученые, все те люди, которые любят Родину, должны быть сегодня вместе, потому что мы входим в критический период развития человеческих цивилизаций. Это уже видно невооруженным глазом. Видно все, что происходит. Нужно только быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем откровении апостол-евангелист Иоанн Богослов. Но о времени-то о том никто не знает. И приближение или удаление этого времени зависит от нас, и в том числе от Церкви Божией. И от каждого человека. Тот, который живет по правде, кто борется с грехом, он на стороне света и правды. Он своей жизнью, своим творчеством, особенно если это человек публичный и способный влиять на других, может затормозить это сползание человека и всего человечества в бездну окончания истории. Наша действительно брань не против и плоти, и крови, но против миродержителей тьмы века сего духов злобы поднебесной. И поэтому сегодня, когда я слышу добрые слова в мой адрес, радуюсь вашей доброте, вашей братской поддержке, но одновременно прошу и каждого из вас, братья и архипастыри, духовенство, осознать нашу общую историческую ответственность за наш народ, за нашу страну, если хотите, за род человеческий. Потому что в русской церкви, как и в каждой церкви, как в каждом приходе отображается вся полнота единой, святой, соборной апостольской церкви. верим, что Господь будет с нами. Но для того, чтобы не поддаваться искушениям, мы должны быть сильны, мы должны быть сплоченны так, как никогда. Поэтому единство нашей церкви, преодоление разделения, расколов, в том числе и на Украине, является важной задачей, которая перед всеми нами стоит. Православная церковь, терзая им извне, в самое опасное время после революционного бытия, претерпевала нестерпимые муки и от внутренних разделений. Но знаем, что Господь силой своей, проведя народ наш через многие страдания и церковь нашу через Голгофу, даровал церкви единство, а в народе возродил веру. Верим, что и сегодня Господь наш, спаситель и промыслитель мира, сохранит нас в единстве и восстановит единство там, где оно разрушено. Всех нас укрепит в вере, народ наш в благочестии и даст возможность проходить жизнь мирная, мирную жизнь. В вере, в надежде, в любви, своею, своими трудами, утверждая Божью правду в истории, а значит, и приостанавливая действия темной силы, обращающий человеческую человеческую историю в движение к пропасти. И да поможет нам во всем этом Господь. Благодарю вас всех за ваши святые молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok